И еще одно видео по поводу консультации. Нас заваливает просто количеством заявок. Мы не успеваем все отрабатывать, поэтому срок отработки консультации у нас идет в среднем 2 недели. Вот на сегодняшний день плюс-минус. Поэтому вы высылаете заявку, оплачиваете, она рассматривается, вы получаете видео. Обязательно указывайте свои контактные данные, e-mail и телефон, потому что иногда по e-mail, например, наше письмо падает в спам, и тогда лучше, чтобы мы вам сбросили в вайбере или в ватсапе. Ссылка на видео закрытая. Касательно самих консультаций. К нам очень много приходит запросов. Вы лечите меня, моего мужа, моего бабушку, моего дедушку, кого угодно. Конкретно перечисляются медицинские диагнозы. И есть ожидание, что мы сядем и будем лечить, и выпишем вам травы, лекарства, таблетки, физиопроцедуры. И, наверное, даже сделаем это сами. Смотрите, мы не лечим. Вот если вы настроены на это, к нам не обращайтесь. Мы не лечим. Мы помогаем человеку найти выход из заболевания. То есть меняетесь вы, и вы находите выход из заболевания. Мы являемся лишь указателями на этом пути. Поэтому все изменения будут в вас. И поэтому, если вы пишете за стороннего человека, то надо понимать, что, скорее всего, мы вам не поможем, а лишь ответим на ваши вопросы. Потому что сторонний человек должен сам захотеть жить. Сторонний человек должен сам захотеть измениться и осознать, что меняется он, уходит заболевание. Заболевание человеку нужно для того, чтобы он изменился, для того, чтобы он осознал, для того, чтобы он стал другим. Оно ему необходимо. Это инструмент подсознания. И если подсознание отказывается от этого инструмента, значит, работа выполнена. Значит, человек изменился, трансформировался, изменилось отношение. Значит, он осознал, и значит, он теперь будет проявляться по-другому. И если этого не наступает, то мы человеку не поможем. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, вот просто обращаться к нам, как в поликлинику, не надо. Мы не поликлиника, не медучреждение. Для этого есть официальная государственная медицина. К ней обращайтесь. Мы не медицина. Кроме того, есть, например, обращение, когда человек дает кучу вопросов, кучу заданий и не собирается ничего делать сам. Типа, если вы не развод, докажите. Если у меня изменится, то тогда будет все хорошо. Я напишу вам положительный отзыв в лучшем случае. А если у меня не изменится, то вы мошенники и так далее. Я только что объяснила подход. С этим обращаться к нам не надо. Мы вам не поможем. Мы не манна небесная. Опять-таки, обращаться к нам, как в благотворительные фонды, тоже не надо. Этой работы не будет. Каким образом мы работаем? У человека есть проблема, и он готов ее решить. Проблема может быть любой. Это может быть какая-то тревожная ситуация. Это могут быть запросы из отношений. Это могут быть какие-то финансовые запросы. Это могут быть запросы по здоровью и так далее. Но человек, любой запрос. Но человек осознает, что вот эта ситуация сформировалась в результате чего-то. В результате чего? Мы поможем отыскать в результате чего? Закрыть эту историю. Вынести осознание. Измениться, изменить отношение к этой истории. После этого у человека появляется возможность ее изменить. И человек осознанно ее меняет. Мы ведем человека к осознанности и к осознанным изменениям. Какие инструменты при этом мы используем? Начиная от разбора кармических историй, когда просто наш дайвер достает информацию, человек ее слышит, и у него мурашки по коже от того, что у него действительно в жизни сейчас наступило повторение, до перепрошивок. Что такое перепрошивка? Когда мы находим в устройствах, в элементах вашего подсознания где-то короткие замыкания, где-то неправильные проложенные пути сигнальные. Когда информация поступает, именно информация поступает в искаженном варианте. И тогда мы человеку помогаем удалить вот эти все искажения. Искажениями могут быть, и чаще всего являются, влияния, в том числе и родовые, и кармические, и сторонних лиц, и пришедшие к нам от наших доброжелателей, и случайные. То есть в любом случае у человека есть блок. Что такое блок? Это соединение энергии и информации. Это содержится в теле, и это вызывает неполадку в физическом теле, это вызывает неполадку в его проявлении, неконтролируемом автоматическом жизни и так далее. То есть это вызывает реакцию. Вот эти вот вещи мы помогаем зачищать, удалять, убирать и так далее. Абсолютно все логично. Человек по образу и подобию компьютера, и мы работаем немножко по железу. Можно ли нанести в этом случае вред? Нет. Нет, потому что ни мы работаем, ни мы влияем. Работает душа. Мы выходим, первое, с чего мы начинаем, мы выходим на душу. И дальше, если душа согласна на трансформацию изменения, она работает, она помогает человеку выйти из определенной ситуации. Если нет, то, соответственно, мы не работаем. Но, как правило, души хотят. Вот у нас очень редкие случаи, когда души откладывали решения во времени. Но так, чтобы душа вообще сказала нет, ну, пару раз, наверное, было со все время. Поэтому один такой момент. Второй момент. Если вдруг оказывается, что человек не хочет изменений этих в жизни, его вполне устраивало то, в чем он сидит, мы в любой момент можем откатить все назад. Почему? Потому что точка здесь и сейчас, она вот здесь и сейчас есть. И можно взять из прошлого, подтянуть старую информацию, и со старой информацией будет старт. Можно все поменять. Можно все вернуть обратно. То есть фактически вред нанести человеку невозможно. Поэтому, когда пишут там глупости о том, что в психику ходить страшно и так далее, это страшные слова. Страшные слова. Знаете, когда на улице темно, и вы выходите в сад или огород, да, со свечкой, то вам страшно, что на вас кто-то нападет, где-то там из-за угла будет страшный зверь и так далее. Но если вы включите прожектор и увидите, то это обычный сад и огород. Просто на улице темно, и вы не подсветили. Вот так и мы подсвечиваем определенные элементы. Видим, что там ничего страшного нет. Мы с ними работаем, меняем, и у человека меняется жизнь. Вот. И это реальная трансформация человека, это реальные изменения сознания, опять-таки. Потому что в данном случае идет коннект с душой. Да? Мы приводим человека к себе настоящему, себе искреннему, себе понимающему. Но опять-таки, когда я говорю, мы приводим, мы подсвечиваем. А меняется сам человек, идет сам человек. Это его труд. И зачастую для того, чтобы избавиться от какой-то проблемы, надо не одна консультация. Так чаще всего и бывает. То есть тогда человек на следующей консультации приходит, пишет, что у него изменилось, какие точки внимания, на что обратить внимание, с чем работаем. И мы погружаемся и работаем дальше, дальше, дальше до решения проблемы. Раньше у нас было сопровождение. Но потом мы поняли, что когда сопровождение, у человека, человек выпадает, у него теряется ответственность. И он в таком случае как бы соскакивает, и делайте за меня, проживите мою жизнь за меня, а я ничего менять не хочу. И бывает даже не просто этот человек так проявляется, потому что есть определенная недоразвитость души. И мы поняли, что эффективнее всего момент, это когда человек каждый раз осознанно обращается к нам, каждый раз дает обратную связь, каждый раз мы начинаем все по новой. Но каждый раз это новая ступенька, и каждую ступеньку мы проходим в отдельности. Вот так будет строиться работа. Если человек не осознает и ждет от нас волшебных пенделей или волшебной палочки, это опять-таки попусту потраченные деньги, к нам обращаться не надо. Должен быть настрой, что вы будете работать сами, и вы будете меняться сами. Вы будете работать. Не мы с вами работаем, вы с собой работаете. Мы вам всего лишь подсвечиваем и помогаем. И тогда, тогда идут результаты, тогда идет эффективность, тогда человек быстро меняется. Но в принципе то, что я сказала, вам скажет любой психотерапевт или психолог. И эта задача психолога или психотерапевта привести человека к такому восприятию. Мы же ставим другие задачи. Наша задача помочь действительно человеку вылезти из заболевания, из ситуации, из каких-то отношений. Вот, но, то есть задача на результат. Но точка старта для нас уже это то, что вы это осознали и готовы меняться. Таких людей ждем. Спасибо.